Отдаю должное технологам российского президента, поскольку, чтобы не говорили насчет там, как прошли эти выборы. Да, там были, мы видели там целый арсенал методов админресурса, таких технологий блокирования нежелательной активности, допустим, тех же наблюдателей, допустим, спам звонки на телефоны, но суть не в этом. Основное то, что удалось решить технологическую проблему потолка поддержки Путина. Причем достаточно такими нетривиальными и интересными методами. Ну, во-первых, обратите внимание, в 2012 году Зилганов получил почти 18%. Да, конечно. А в 2018 году стояла задача получить более 70% поддержки при не менее 70% явки избирателей. Чтобы показать растущую поддержку Путина, его высокую легитимность не только в внутриполитическом дискурсе, но и мировому сообществу. И здесь, безусловно, помогла и госпожа Мэй, которая решила уподобиться, госпожа Тэтчер, забыв правду о том, что копия всегда будет слабее оригинала. Помогли и наши товарищи с идеей недопущения граждан России на избирательные участки. Ну, как бы там ни было, избиратель пошел. Ну, а я упомянул о Зилганове. Так вот, как добирались вот эти 10%? Они добирались не из воздуха. За счет правильной конфигурации. Ибо часть коммунистов узрела в вот этом таком красном олигархе Рудинине, который хорошо и сытно живет за счет сдачи земли в аренду. Там как раз это же Подмосковье, там земля золотая. Вот. Им не понравился такой маневр, им не понравился такой договорняк. И, очевидно, эта часть переориентировалась, часть электората коммунистов переориентировалась на Путина. Соответственно, Рудинин получил меньше того, чем традиционно получал Зилганов. На 6% получил. Да. Ну, понятно, что эти голоса не могли уйти ни к Явлинскому, ни к Собчаку. Ну, что-то могло достаться Жириновскому. Жириновский выступал с другой позицией. Что надо быть жестче, чем Путин. Еще более радикально. Ну, естественно, на фоне Жириновского Путин выглядит предельно солидно, прагматично. Ну, как бы Владимир Вольфович отрабатывал свою уровень. И, допустим, тот же Навальный. Обратите внимание, Москва, Питер. В отличие от традиционной фронды на выборах по отношению к власти, ну, и либерально-демократическая публика в этот раз, скорее всего, не пришла на выборы. Идея Навального с бойкотом выборов сработала как раз в пользу Путина. И мы, как результат... А, то есть не пришли либералы. Да, да. И результат, мы видим очень мощную поддержку Путина в двух столицах. Интересно, да. Очень интересно. Ну, такая... Ну, это коротко. Там была масса моментов. Но технологически, конечно, надо отдать должное. Команда Путина сработала очень эффективно. То есть никаких лишних движений. Правильный выбор конфигурации компании. Четкая артикуляция. То есть Украина тоже играла свою роль. Украина демонстрировалась как страна 404, фейлит стейт. Вот, если бы не Путин, у нас был бы... То есть или Путин, или будет как в Украине. То есть такие декорации разрухи, упадка. Ну, понятно, что это далеко не соответствует во всем. То есть понятно, что демонизировали, перегибали. Но это пропаганда, она и есть пропаганда. Пропаганда имеет место быть везде. Но все было подобрано. То есть наезды Евросоюза, Соединенных Штатов. Ну, вокруг дело об отравлении Скрипаля. Которое там до конца непонятно, что же все-таки это было. И то это было отработано.